всем привет эта игра farming simulator карта кубанские просторы колхоз красный партизан сейчас у нас 9.35 по местному времени были у нас небольшие изменения в данной игре сейчас мы с вами посмотрим я добавил кое-какие моды посмотрим добавились ли они честно даже не знаю где их искать поэтому с вами будем сейчас сразу смотреть во первых там для щепы было оборудование сейчас посмотрим не знаю вроде как не добавилось что ли да походу не добавилось потому что скорее всего оборудование для лесозаготовки было бы как мы видим по моему по моему ничего не добавилось а нет вот она смотрите странно почему-то в тюков щеки вообще это вот хрень для щепы сейчас мы прикупим стоит она 100 евро не знаю как она будет работать сейчас все это проверим где посмотрим уже здесь еще что-то появилось нет тут ничего не появилось что-то еще мы добавляли не помню правда что а по моему для свеклы новый комбайн вот он смотрите какой стоит 290 евро тысяч евро ну в разы дешевле естественно вот этого не знаю не знаю как он будет работать вместимость у него правда 29 тонн у этого 60 ну и плюс естественно поменьше поменьше у него лошадей только занимается он свеклой собственно принципе принципе можно потестить потому что были у нас проблемы со свекольным комбайном тяжело подъезжала к нам грузовик сейчас посмотрим может картофельные тоже есть нет картофельного увы и ах нету ну давайте давайте знаете как сделаем купим мы вот эту вот всю хреномантию благо нам тут деньги позволяют в принципе на карте еленовка у нас с деньгами проблемы и вот этот бы комбайн нам как раз пригодился на смотрите почти на 200000 он дешевле дешевле чем даже не почти а на 200000 дешевле даже чуть побольше чем вот этот вот комбайн ну вот осталось только его проверить там у нас по моему свекла будет созревать и в принципе как раз его по тесте но здесь никаких изменений нету вся техника стандартная давайте посмотрим что у нас вот он смотрите какой прикольный и там он пошел дымок по поворачиваемости достаточно поворачиваемый нормально так с какой стороны здесь подъезжать скорее всего с той стороны подъезжать давайте попробуем надо его подцепить наверное по ширине захвата он чуть чуть поменьше ничего страшного главное а нет смотрите наверно все таки с той стороны подцеплять не знаю не знаю чуть с этой стороны не получилось скорее всего потому что вот эти ролики которые собственно и выкапывают свеклу по ходу с той стороны но не знаю не знаю сейчас проверим что-то и здесь он тоже не хочет прицепляться даже не знаю наверное все таки с той стороны но почему-то с той стороны тоже не прицепляло может я просто криво подъехал сейчас попробуем еще разок ну вроде бы вроде бы махина такая большая давайте попробуем да вот с этой стороны подцеплять странно может быть так и задумано вот она цоп смотрите какая хреномантия у нас получилось давайте попробуем разложить и посмотрим что это за зверь такой вот смотрите там что-то раскрылась здесь здесь ролики какие-то что-то что-то какая-то хитрая хитрая конструкция давайте посмотрим есть у нас какое-нибудь созревшие поле свеклы да действительно вот смотрите восьмое поле начало созревать давайте съездим что ли попробуем как как данный аппарат справиться со свеклой ну поворачиваемость мне очень нравится очень такой хороший комбайн по поворачиваемости вот смотрите раз раз он реагирует собственно на поворот руля нормально а вот хоть он такой вот и большой но в принципе принципе отзывчивый руль а единственное непонятно вот почему вот вот в таком положении он раскрылся возможно при уборке при уборке он еще больше опустит вот этот хоботок который собственно сцепает кузов грузовика посмотрим ну естественно естественно смотрите по ширине данные данные вот это вот чё-то как-то его скособочило смотрите а не знаю для чего вот это нужно чтобы ускособочило так гадать не будем доедем сейчас до поля где у нас собственно созревает свекла запустим этот комбайн и посмотрим посмотрим что это за зверь такой непонятный для нас с вами так забыл я в чатик включить посмотрите что у нас там ну все чатик я включил в принципе можете писать писать если есть какие-то вопросы вот значит следующее следующее вот мы подъезжаем к нашему полю да с этой стороны все созрело сейчас будем тестить тестить данный комбайн вот смотрите как он поворачивается прям четко без всяких там выкрутасов вот видите прямо изгиб такой хороший то есть вы становитесь прям чутенько на грядку смотрите все закрутилось завертелось и понеслось понеслось все это хозяйство сейчас мы возьмем какой-нибудь грузовичок посмотрим как будем подъезжать как будет здесь все это дело сыпаться вот у нас к этому полю есть маршрут давайте найдем какой-нибудь грузовик ну трех наверное много надо двух прицепный найти вот он двух прицепный собственно давайте найдем сейчас маршрут это у нас восьмое поле вот свекла склад так ну и естественно выбираем выбираем комбайн вот он наш 217 метров до него я не помню через какое мы место выезжали блин скорее всего не здесь вот видите застряли по ходу дела нет нормально скорее всего там через верхушку выезжали поэтому немножко он маршрут не нашел вот он вот он этот комбайн на убирает свеклу смотрите все чётенько всего прикольно хотя нет по идее вроде с этой стороны должны были выезжать вроде вот и не отметим его может быть и не наверное все таки выезжали мы через верх потому что вот она стоповая точка ну правильно мы же пустые ехали через крутой подъема загруженные через более такой плавный так давайте посмотрим сейчас вот едет он уже комбайну давайте посмотрим как все это дело у нас будет происходить будут ли проблемы либо все пройдет гладко если все пройдет гладко плевать я хотел на вместимость бункера правда в два раза меньше здесь вместимость бункера вот там конечно 60 тут 29 тонн но смотрите смотрите если все в принципе будет отлично то насрать насрать на этот грубо говоря бункер так включил я там пассивную трактор продолжаем смотреть как будет разгружаться будут ли проблемы вот мне кажется не должно не должно быть проблем вот поэтому наверное оставим все таки оставим все таки его давайте посмотрим вот мы подъезжаем да вот это смотрите хрень опускается почему бы сразу не опустилась было бы проще подъезжать нет смотрите какие-то проблемы все же присутствует да смотрите он не хочет разгружать видите что творится вот они едут приблизительно в одном ритме место есть куда сыпать но что-то ничего не происходит давайте попробуем подъехать в ручном режиме может быть так надо ну а еще ближе что ли подъезжать вот видите ничего не происходит странный какой-то комбайн такое ощущение что надо просто при подъезжать очень-очень близко так ладно дело ясное что делать темное давайте так давайте его тогда разгрузим мы наверное продадим почему продадим но вот вы сами все видели не хочет не хочет она разгружать его при работе с кросплеем да и собственно вот я подъехал он тоже как-то вот видите поначалу было начинает разгружать потом просто отказывается не знаю почему так вот видите что происходит в общем а все понятно комбайн этот никудышный он даже как бы я не подъезжал ну вот во всяком случае во всяком случае а с данными прицепами вот он на не контакт вот пожалуйста видите походу ему нужен просто ниже прицеп потому что если чуть-чуть вот его приподнимать вот смотрите оп он вроде начинает сыпать и вот сколько там не знаю чуть-чуть совсем ну и все на этом он заканчивал вот так что комбайн на вот этот нам не подходит не подходит просто по техническим причинам по тем причинам которые вот мы сейчас вам продемонстрировали поэтому мы его продаем где он у нас наверняка в самом конце нет самом конце его нет вот она продаем сразу предупреждаю что ребята не ведитесь а не ведитесь на тишевизну дано комбайна по дизайну прикольный прикольно сделано такой большой поворотистый ну в общем плюсов куча а один собственно большой минус это естественно то что он увы и ах не умеет работать с вот этими вот прицепами вот так ну что делаем проще делаем проще а какой у нас вот этот наверно да или все же мак макстрон наверно вот это все же отвечает за свеклу сейчас мы запустим по маршруту наш обычный свекольный комбайн вот и собственно собственно покажем мастер-класс а запустить по маршруту едет он комбайну зачем ты едешь комбайн он еще не начинал работу странный паренек так это не тот комбайн вот он макстрон вот он наш комбайн кстати он едет к нему зачем-то она у него две тонны есть принципе ладно мы от него часа уедем чтобы у нас не догнал так раскроем не смотрите догоняет засранец так надо сейчас поставить продажу силоса также я хотела купить дополнительные силосные ямы но что-то который мод я смог найти полазив в интернете меня он что-то не впечатлил но он собственно по картинке вроде бы прикольный а когда я его начал устанавливать что-то начались какие-то проблемы подвисание и прочее я его все-таки удалил нашел другой более интересный мод по картинке но у меня почему-то почему-то не запустился не спустился нам на данной карте вот хотя вроде бы все правильно не сделал но смотрите даже на первый взгляд смотрите ширина у захвату этого комбайна и но все же тот комбайн мне больше нравился чем вот этот хотя вот это вот реально существующий комбайн просто возможно не с такой широкой жадкой как у меня но реально такой есть это польские комбайны картофельные и свекольные у них там целая линейка этих комбайнов то есть принципе принципе реальный комбайн вот смотрите подъезжает вот этот вот смотрите у них полное согласование действий смотрите все четенько проходит никаких проблем по разгрузке по скажем так подъезду-разъезду загрузка при нуле написано давайте зачем нам 0 хотя бы пусть будет 60 60 процентов разгруз при 90 ну вот наверное как то так так что у нас тут с силы сам силы с должен был бы продаваться сейчас мы быстренько высыпем вот это все дело обратно и запустим запустим по маршруту так что мы здесь продаем какую ячейку четвертую до ячейку тут силоса остался бездёг ну вот так что в принципе надо заниматься транспортировкой транспортировкой сечки здесь у нас травы пока нету не выросла так кукурузу мы планировали с вами здесь пустить на зерно так давайте найдем найдем грузовик вот этим давайте будем наверно транспортировать сечку сейчас попробуем подъехать засыпать а вот все понеслась так здесь у нас ничего еще не созрело ждем так и еще еще у нас вот здесь вот подборка соломы да начинали мы мукомольный завод срочно требуется канола великолепно ребята живем сейчас мы еще бабла подымем так канола у нас было но правда не в таком большом количестве так давайте третье это у нас поле да третье поле солома это у нас какое получается направление юго-восток да а нет юго-запад и двигаемся на восток восток так далее поле номер 3 сохранить третье поле склад и давайте 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 посмотрим что у нас получается на данном поле тут нам надо немножечко смещение сделать почему потому что ушел он немного с маршрута но все вот мы восстановили солома собирается все великолепно так теперь нам нужен еще один грузовик а вот он он грузовик так нет это не тот грузовик вот он рядом стоит грузовик нужен нам трех прицепный трех прицепный вывезем мы всю канулу сегодня следующий засев у нас будет максимально канулы и возможно даже шестое поле посмотрим по припасам сколько у нас сечки сможем ли мы обойтись два дня без скажем так переработки кукурузы в сечку вот если да то в принципе засеем все все напрочь канулы вот смотрите 819 тонн начнем засыпать давайте узнаем цену по какой будем продавать а мукомольный мукомольный вот смотрите по две с половиной тысячи евро но это просто дико это дико мы возьмем очень хорошие деньги даже смотрите если брать из-за расчета у нас 1000 по две с половиной почти два с половиной миллиона у нас там 800 это где-то около двух миллионов мы получим только за одну канулу главное нам успеть за один час все это дело перевести ну вот мне кажется мы успеем вот будем потихонечку сейчас наверное сейчас посмотрим на же по моему даже маршрут был на мукомольный да если а вот да действительно смотрите только единственное непонятно от чего мы ехали наверное от свеклы да это мы свеклу перевозили но ничего страшного сам маршрут что-то здесь так что мы можем главное загружаться загружаться что-то я не пойму плохо мы подъехали давайте я еще раз развернусь подъеду нормально надо было замах сделать что-то мы там зацепились даже за что-то да это у нас маршрут был за свеклой мы на мукомольный продавали свеклу в прошлый раз в принципе нам 4 ходки сделать и у нас все будет продано да опять же канул усыпем так здесь соломка ой 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 смотрите что здесь у нас происходит что это что это не понятно что смотрите что они тут натворили вот только я похвалил их хорошую работу как они вот здесь вот отчудили отчудили что ж такое тоже бывает тоже бывает поэтому ничего страшного в этом нет мне кажется сейчас они разберутся со своими проблемами и все пойдет великолепно так здесь тоже можно протянуть чтобы дальше загружалась что там застряли что ли да действительно застряли елки палки как же так не вперед не назад а вот все нормально вырулили вырулили беларусь там где-то тоже застрял ну походу сегодня будет у нас веселье веселье блин то по моему еще и игра зависла это вообще тогда хана да игра зависла ну что блин ну вот как так вот только начали играть но сколько мы с вами поиграли минут 20 от силы игра стала зависать ноутно просто непонятно что за хрень что за хрень творится ну просто печально печально мне даже сказать нечего вот настолько убогая вот эта карта просто вот отбивает желание играть на ней на еленовке смотрите сколько мы играем уже там 32 по моему серии 31 вчера была 32 серия вот один раз по моему всего лишь зависла это это было из-за того что там чё-то глюк был с курс play здесь же бывает по 35 раз зависает только за один стрим вот представьте в каком состоянии вот это вот карта хотя в принципе раньше раньше ничего с ней не было все в принципе работала более менее нормально но вот сейчас сейчас что-то как-то где-то все печально вот ну ладно сейчас перезапустим перезапустим попробуем а еще разок может быть дадут нам нормально поиграть обрадовался что мы сможем заработать 2 миллиона сегодня вот но что-то мне подсказывает что не дадут нам заработать эти денежки на распродажа на вот этой вот канолы ну то бишь рапса вот что долго запускается может быть я даже подвисла опять фиг ее знает в общем а вот такая вот кривоватая кривоватая карта а если надумаете играть то лучше играйте на еленовке так ладно запускаем а смотрим ну не так не так сильно мы с вами отстали вот у нас здесь по моему застрял да вот этот вот грузовик давайте мы сдадим наверное назад чтобы избежать опять такого проблемного разворота вот пошла загрузка давайте найдем вот он здесь мы даже еще не засыпали так пока засыпается давайте найдем блин тут опять надо тогда соломок блин все маршруты послетели ну вот ну ну не знаю ну просто напрягает меня вот такая хреномантия когда все вроде выставишь все работают и на тебе играет дурацкая зависает и в принципе тебе заново надо все маршруты восстанавливать все вот эти вот прописывать комбайнам ну блин это очень напрягает реально очень напрягает походу он поехал на разгруз тоже дурачок здесь у нас что здесь у нас разгруз силоса да кстати смотрите это последняя по ходу порция силоса которая продается так понятненько силоса на биогаза у нас а больше нету так давайте мы его припаркуем заправим и пусть стоит так чуть-чуть проехать вперед наверно а нет наверно далеко вот просто я стою поближе подъехать да точно пусть заправляется пассивной трактор тоже запустим ну вроде бы вроде бы на вроде бы здесь все теперь третий прицеп тоже на загружаем и перебираемся перебираемся сюда на собственно да придется развернуться этот раз мы стали разворачиваться и игра тоже подвисла и печально печально не очень мне вот эта карта нравится после еленовки куча в ней недостатков сразу образовалась почему потому что нету куда-то продавать навоз приходится его только сливать но это не очень интересно куда интереснее было бы если бы можно было бы продавать этот навоз жидкий твердый ладно я его вывожу скажем так к своим теплицам там складирую и принципе не парюсь а вот с жидким навозом это целая беда целая беда не знаешь куда его девать не успеваешь проливать на поля вот и в принципе это немножечко немножечко совсем напрягает так смотрите у нас уже 6 минут 12 до не очень это хорошо кстати почти время совпадает с реальным вот так ну естественно канала чё ты спрашиваешь так свекольный наполнен до отказа а вот все начали его разгружать надо нам юго-запад направление восток давайте проверим смещение смещение правильное второе поле третье поле склад запустим все пускай он едет на разгруз вроде бы здесь тоже все сделали ну и все собственно вот мы загрузили загрузили наш масс сейчас мы его отправим по маршруту по маршруту мукомольного вот он пускай он едет по данному маршруту мы с вами быстренько перепрыгиваем на осечку по моему не в эту сторону эвакуацию да вот сюда вот и сами отправляемся на разгруз сечки вот придется нам вот так вот прыгать с одного маза на другой на вот ну ничего не поделаешь ничего не поделаешь возить кому-то это все надо курс play я не рисую на мукомольный потому что всего четыре ходки надо будет сделать здесь я не рисую маршрут потому что он просто не взъедет на горку если будет сам загружаться так где-то масса забуксовал наверное с комбайном столкнулись или что-то типа того сейчас посмотрим до помешал ему вот этот вот а посевной трактор давайте отпустим его свободное плавание нашли все таки они друг друга все отправился в путь ну мы собственно продолжаем продолжаем двигаться в сторону биогаза везем 228 тонн сечки везем на трех прицепах будем потихонечку заполнять заполнять здесь смотрите уже сколько убрано свеклы единственное непонятно нам сколько там созрело на поле что мне кажется не все поле да не все поле созрело но ничего страшного на первое время им хватит потом я ускорю просто время и она естественно созреет почему я сейчас не ускоряю просто потому что нам надо за один час продать всю всю весь наш рапс почему потому что если мы за час не управляемся то цена резко-резко падает вниз ну и естественно даже по 1000 евро я не буду продавать канугу вот потому что я считаю это не сильно подходящая для меня цена вот вываливаем здесь все это добро что-то мы под застряли под застряли елки-палки как бы нам совсем здесь не застрять да по ходу дела мы все таки наверное с вами здесь застрянем мы уже выезжали блин от заразы то надо было побыстрее чуть-чуть проезжать а теперь вот по ходу мы отсюда не выберемся не получается выдернуть выдернуть вот эти два прицепа вот печально-то какая-то ну давай же е-мое вперед не назад увы и ах ну что ж надо искать нашего нашу палочку выручалочку вот она она собственно здесь почему-то я его оставил не знаю почему видать тоже мы здесь застряли когда-то и вот он нас выручил сейчас поедем опять же на биогаз и постараемся постараемся вытолкнуть вытолкнуть наш масс вот очень выручает нас вот этот вот погрузчик я ему по прямому его назначению не пользуюсь в основном он у меня занимается вот их выталкиванием выталкиваниями тех или иных машин добрался наш грузовик до мукомольного скажем так завода или чё там у нас фабрики продаем мы там канолу вот уже 50 процентов осталось а надо будет поглядывать чтобы он не поехал за свеклой а то в принципе еще и свеклы наберет вот смотрите а продали уже м два прицепа у нас уже 3 800 а было по моему три с половиной три с половиной так как нам выезжать наверное просто протараним сейчас его здесь вот да не получилось протаранить и уж больно тяжелые тяжелые данные прицепы и не получилось вот смотрите по полмиллиона дают по полмиллиона за три прицепа вот они денежки так ну что давайте пробуем его вытолкнуть не очень это у нас получается здесь еще он уперся уперся в этот как бы расклинило его между двух стен и тоже непонятно как я его буду выталкивать да уж как бы еще самому не застрять вот походу мы еще и сами застряли здесь но вообще печаль а нет не застряли так вроде что то получается потихонечку вытолкнуть смотрите как его колбасит аж выворачивает выворачивает туда сюда а звереть что творится что творим что делаем так ну что у нас тут непонятно что то получилось как бы самим теперь вылезти из-под маза так ну вроде бы вылезли вроде бы вылезли давайте здесь его оставим так у елки-палки здесь тоже смещение какое-то не получается 10 дел сразу делать давайте найдем наш масс вот он уже поехал за свеклой проказник разворачиваемся обратно сейчас можно кстати заправиться у нас осталось 110 тонн топлива сейчас мы сразу заправимся и и потом поедем за рапса так 350 наверное здесь 370 370 литров бак у нас смотрите мы 250 литров уже в принципе сожгли с момента покупки так но опять плохо мы подъезжаем надо наверное сделать небольшой замах иначе просто опять получится вот это вот проблема проблема с заездом вот сюда вот вот так вот это могут не знаю кранчику что ли 600 тонн осталось ну да да где то две с половиной три ходки нам надо еще сделать ну смотрите 4 миллиона евро у нас уже вот так что в принципе в принципе задачу по деньгам а мы почти выполнили но это еще конечно не финал нам надо будет купить электростанции ну там тут у нас витринные мельницы либо солнечные батареи обязательно мы это здесь реализуем а стоят они бешеные деньги там есть и по 125 тысяч есть и по миллиону а то есть в принципе в принципе вот эти вот 4 миллиона они мне кажется у нас уйдут очень быстро очень быстро и в принципе нам предстоит потом еще еще зарабатывать денежки вот но мне кажется еще серии 10-15 мы точно с вами здесь побудем побудем на данной карте так наверное пять пять с половиной миллионов мы получим вот ну у нас точнее будет сегодня так сколько там еще заполняется будет еще один прицеп 18 минут ну в принципе в принципе мы укладываемся укладываемся в этот срок по скажем так по времени поэтому чем не сыпает вот канола в принципе по времени мы успеваем вывести все это добро так дождемся сейчас пока заполнится до конца и потом потом тогда поедем опять на биогаз и собственно разрулим ту ситуацию где у нас застрял масс но мы частично уже разрулили в принципе вытянули вытянули наш вот этот вот масс осталось только заехать заехать в эту силосную яму и высыпать на нами заедем с другой стороны потому что здесь нам наверное ловить уже нечего так как так как там очень крутой сейчас вот этот подъем и ну тяжеловато нам будет туда заехать так ну этот товарищ отправился здесь смотрим что у нас а с с соломой почему вот здесь вот он вот так ушел с маршрута смотрите сразу насколько офигеть просто офигеть иначе никак не назовешь это все так давайте немножечко еще подкорректируем сейчас его наверное до 5 метров так вот здесь у нас уже получается закончился сейчас развернемся и запустим 5 метров это много а вот так вот где то да ну тут постоянно постоянно надо корректировать следить уходит 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 эти маршруты уходит в сторону вот здесь тоже вот мы видим а проблемы небольшие данного вот товарища давайте подгоним сами да куда ты поехал то стой на месте я сам подъеду а высыпем сейчас ему свеклу отправим на маршрут и собственно пусть едет дальше так ну у него походу целый кузов поэтому поэтому он поехал на разгруз так смотрите закончился посев канулы канулы на седьмом поле давайте вот здесь наверное припаркуем наш вот этот вот посевной трактор чтобы он никому не докучал и никаких проблем с ним не было так может попытку номер два сделать заехать с этой стороны не знаю получится нет а то боюсь опять застрянем не наверное застрянем не будем мы с этой стороны больше пока заезжать что там не как-то очково вот сейчас у нас 4 миллиона евро давайте посмотрим сколько он нам денег даст ну по-моему по 500 тысяч за три прицепа давали с продажи канулы так подъезжаем сюда вот как бы нам и здесь еще не застрять ай-яй-яй-яй-яй здесь тоже какая-то у нас получается хренатень здесь наверное только если полным ходом идти но у нас не получается наверное что ты не хватает не хватает чуть чуть весна на заднюю ось и не получается мы попробуем побольше разогнаться но что-то мы сами себе здесь сделали проблему надо было проезжать просто побыстрее на вроде выехали выехали давайте нет здесь тоже походу застряли здесь походу совсем окончательно застряли да вы и ах что там и тут совсем на беда курили что теперь уже опять опять нам требуется вот этот так это кто у нас тут стал а это этот свекольный товарищ даже чуть побольше чем полмиллиона привет это онлайн да нет это не онлайн это я один играю играю один на карте кубанские просторы так что то здесь у нас какая-то непонятка идет где у нас вообще наш погрузчик который бы нас вытолкнул вот она так надо тоже посматривать потому что потому что масса подъезжает сейчас как бы он на не уехал опять на погрузку свеклой что нам в принципе нельзя допустить так и сейчас опустим ковшик и попробуем его протолкнуть опять вперед туда да здесь 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 не очень ситуация у нас не можем мы чуть-чуть протолкнуть тем вроде бы протолкнули протолкнули где-то здесь уже у нас масса вот она да давайте пока слезем с этого маршрута доедем заправим канулы и и еще худочку сделаем 363 тонны осталось но сейчас 228 заберем останется 100 где-то 40 тонн но это два прицепа это два прицепа то есть ориентировочно 5 прицепов у нас осталось данного скажем так продукта с какого сайта скачена игра я даже не скажу посмотри в интернете лучше по поводу модов можешь пройти ниже по ссылочке на мой канал youtube там открой любое видео связанное с данной игрой и в принципе у тебя будет ссылочка в описании на все мои моды которыми я пользуюсь а с игрой вот это вот я тебе уже не подскажу лучше поищи к ты в интернете сам так кто-то мне давал ссылочку но я ее по моему не сохранил на данную игру но лучше лучше я тебе советую и и не скачивать а лучше приобрести приобрести почему потому что ну вот одному играть конечно интересно ничего не скажешь но когда ты играешь с другими людьми когда тебе тот же курс play уже не нужен играешь ты сообща там с друзьями либо просто там какие-то там партнеры там по игре или еще что то вот она очень очень интересно нежели вот так вот тупо одному гонять здесь вот этими вот курс play me которые в принципе иной раз такие коры долбят что хоть стой хоть по молодой ой я тут и на работников нанимаю и на курс play и вот как сейчас на трех машинах и езжу в принципе и загружаю и транспортирую все ну в общем из кожи вон лезу но стараюсь стараюсь по максимуму делать сам ну понятное дело столько полей одному одному не обработать естественно без наемников и без курс play здесь не обойтись так ну вот как сейчас я запущу на транспортировку ну да естественно по онлайн лучше играть ну потом просто сам поймешь потому что но одному как-то знаешь скучновато скучновато а все-таки онлайн на есть онлайн и в принципе здесь по моему все сказано так вот видите да у нас тут небольшое чп может быть сейчас получится вырваться нет смотрите нет надо еще наверно выталкивать все выталкивать нам погрузчиком не получается все же вырваться ну что ж сейчас попробуем еще еще подтолкнуть его видите даже как получается даже сами застряли вот как как бы теперь вытащить этот ковшик ха да дело ой 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 отлично ну вроде выбрались вроде выбрались да что то мы тут набедокурили набедокурили сейчас будем разруливать разруливать данную ситуацию как же нам теперь пройти туда так да скачивать через тему покупаешь ее там и наверное скачивается она оттуда вот наконец-то выбрались мы из этой адской скажем так местности надо сейчас немножечко здесь разровнять вот это вот место там у нас вон еще в среднем осталось чуть-чуть сечки да начни лучше с полей и в принципе можно подзаработать деньжат и на продаже деревьев ну мой тебе совет начни начни с малого начни засеивать поля в принципе одного поля поначалу хватит потом со временем купишь второе поле двух полей опять же за глаза нет это еще не лицензия вот и в принципе в принципе начнешь продавать силос и собственно попрет у тебя все в лучшем видео виде блин мы по ходу дела начали загружать уже свеклу и это прискорбно на мукомольный и это очень прискорбно ребята надо нам срочно что это у нас здесь прервать маршрут что-то у нас сечка а нет мы свеклу не начали еще загружать что-то у нас произошло с этим смазан да мы столкнулись столкнулись с каким-то булыжником который лежал там возле дороги и собственно получилось у нас вот такая беда ну что сажать ну смотри на первое время тебе по-любому особо вариантов немного не будет а сажать канулу сажать пшеницу сажать ячмень смотреть на деньги которые они ну как бы просит у тебя вот эти вот продавцы вот и им короче продавать но самое дешевое естественно будет наверное пшеница и ячмень подороже там будет естественно канула но ее естественно и собирать тяжелее потому что ее в разы меньше собираешь чем пшеницу вот плюс пшеница и ячменя в том что можно также продавать солому и в принципе в принципе по идее где-то тошно а тоши получается вот так что в принципе вот три культуры которые у тебя поначалу будут как бы самыми основными картофель и свеклу ты не сможешь наверное сразу сажать потому что там и комбайны дорогие и дополнительная техника нужна цифры по всему экрану сверху мешают вот это цифры у нас нашей техники которые в принципе сейчас в работе либо просто отстаивается вот и в принципе удобно удобно смотреть за тем что сейчас продается либо куда-то транспортируется вот смотрите сейчас едет разгрузился наш вот этот вот грузовичок и сейчас он собственно едет уже за за новой партией рапса сейчас мы срежем немножко 11.35 у нас время и в принципе в принципе мы успеваем мы успеваем нам осталось по моему одна охотка для того чтобы продать всю весь рапс и в принципе получить заветные 5 миллионов 500 тысяч евро ух ты отвлекся я на чатик и протаранил наш комбайн ну смотри посадишь нажимай ускорение ускорение это циферки 7 и 8 на клавиатуре 7 это по моему понижение 8 это по моему ускорение времени вот до 135 тонн осталось два прицепа и просто смотришь ждешь когда созреет твое поле там что-то посадил потом обязательно не забудь обязательно поставь время хотя бы на единичку там можешь пятерочку поставить неважно вот главное чтобы время ты остановил иначе просто не успеешь убрать и она у тебя испортится потеряешь кучу денег я так вот тоже начал играть по моему на еленовке и что-то зевнул зевнул вот этот момент и в самом начале тоже у меня засох урожай где-то но не весь пол поля где-то засохло вот когда я одумался уже было собственно поздно 59 тонн смотрите почти всю канулу мы с вами продали вот сейчас только осталось довести до места и будет вся продана ну и да где-то где-то 5 и 5 миллионов евро у нас будет уже вот в принципе очень даже хорошо вот смотрите сколько сейчас стоит у нас на мукомольном каноло это почти 2 две с половиной тысячи евро вот и вот смотрите сейчас когда будет 12 часов дня сколько она будет стоить тогда мне кажется не больше не больше 1 и 5 либо 1 и 8 где-то вот так вот то есть 1500 1800 за тонну это по-моему самое большее что может быть так давайте мы его отправим по маршруту а сами здесь выпрыгнем и поправим комбайн что-то мы его тут протаранили и это не очень хорошо его надо вообще наверное поставить где-нибудь в отстойнике хотя в принципе у нас вот здесь вот каноло тоже созреет давайте вот здесь на поле его оставим наверное ничего страшного нет в этом так так дальше смотрим вот это то надо нам этого товарища убрать отсюда немножечко ух ты как бы не застрять немножечко бы здесь укатать вот это вот вот эту ямку да почему потому что нам сейчас еще сюда подвозить и не хотелось бы нам опять застрять укатывать все равно рано или поздно придется а вот застрять бы конечно не хотелось ну вот вроде более менее так вот разровняли здесь оставим на всякий случай так секунду ребята срочно мне звонок на мобильный пару минут я прервусь на пару минут у меня тут вот 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 Продолжение следует... 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 Совсем-совсем он не хочет у нас нормально работать... Продолжение следует... 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 блин опять игра зависла да ё-моё ну что такое я не пойму блин на хрен что за дебилизма елки-палки просто обидно просто обидно вот сидишь играешь вроде ничего ты сейчас не делал открыл просто меню и тут на тебе хлобысь она просто зависла просто-напросто зависла ё-моё просто напрягает напрягает вот такой вот скотское отношение иначе просто не назовешь больше наверно я не буду вот на таких картах играть но имеется ввиду данного автора что-то меня напрягает вот это вот я уже кстати одну себе карту присмотрел на которой в дальнейшем возможно буду играть если конечно лучше что-то не появится вот ну это уже не от этого автора будет карта а вот эти две карты на которых я сейчас играю от одного автора собственно кубанские просторы еленовка вот конечно хорошие хорошие карты ничего не скажешь но конечно вот эти зависания меня просто просто угнетают получается что по нескольку раз тебе приходится делать одно и то же постоянные вот эти вот запуске курс play особенно комбинированных маршрутов это просто ну я не знаю это издевательство просто иначе просто не назовешь его так что так что ребята если хотите поиграть на такой карте то лучше ставьте еленовку не надо ставить кубанские просторы ну вот вы видите как я мучаюсь на данной карте пытаясь доиграть ее до конца ну поставил я себе цели цели добиться определенных результатов и даже вот с таким вот тяжелым скажем так игровым процессом нам принципе удается это сделать так ну да немного мы потеряли в игровом времени так здесь получилось все здесь он только ехал а на стоянку давайте еще наверно минут 15-20 поиграем наверное и я буду потихонечку закругляться закругляться играем уже принципе прилично ну и плюс вот эти зависания они немножко выбивают выбивают из колеи вот так что не очень мне это все дело начинает нравиться так со свеклой у нас циклой в принципе порядок уборка идет да кстати надо немножечко ускорить игровое время потому что у нас не созрела до конца это восьмое поле вот и сейчас наверное так да блин опять звонок по телефону ребята секунду секунду буквально пару минут не очень ск injured качествую как Продолжение следует... 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 Ну да, заехать мы заехали, так что все великолепно. Вот так вот переваливается он с бока на бок. Еще одну ходочку надо будет сделать сюда. Чуть-чуть не хватило. Так. Да, естественно, буду стримить часиков три, наверное. В начале четвертого. Сейчас, ну где-то, где-то на два с половиной, три часа мне надо просто отъехать срочно. Не планировал я эту поездку. Думал, сегодня целый день. Ну, вроде выходной день, а никуда не надо было. И хотел я целый день постримить. В будни не получается по много стримить. Вот, и хотелось бы, конечно, побольше настримить за эти выходные. Вот, но опять же, видите, то одно, то третье, то пятое. То есть, так вот подгадать, подгадать я не могу. Так, разгрузили мы прицеп. Давайте еще одну ходочку сделаем на эту ячейку. Там как раз, наверное, это мы две ходки сделали. Ну да, все правильно. Значит, все нормально. Нигде мы не просыпали лишнего. Значит, все пока нормально. Там получается как раз две с половиной-три ходки на ячейку. Вот, и в принципе, вроде бы у нас все нормально. Давайте пока сейчас будем загружать. Прыгнем на... Где у нас еще один? Вот он, Мазда. Заберем моносмесь из вот этого смесителя, который у нас вот здесь стоит. Вот он у нас целый бункер и засыпаны. Надо бы вычистить их. Ну и в следующей серии, наверное, мы с вами уже будем засыпать. Засыпать данный смеситель, потому что у него, я вот смотрю, немного-немного осталось вот этих вот ингредиентов. Так, пока здесь засыпается, протянем дальше наш МАЗ, чтобы он также продолжил загружаться. Порядка ста тонн в этом вот смесителе бывает. Вот, ну у нас больше, гораздо больше вместимости данного грузовика, поэтому проблем не возникнет. Так, и давайте второй прицеп. Смотри, как установишь игру. Заходи в мои документы, находи папочку фарминг симулятор, там папочка моды, и вот в эту папочку скидывай те моды, которые тебя интересуют, будь то карты или грузовики, какие-то трактора, неважно. Вот, все скидываешь в папку моды, и, собственно, они у тебя появляются в игре. Заходишь в магазин, находишь каталог модифицированных продукций, там вот эти грузовики и все так далее, и, собственно, покупаешь, покупаешь все то, что, собственно, наставил себе. Так, разгрузили. А, и что-то у нас даже и в третьем прицепе, что ли, осталось. Да, даже в третий прицеп немножко попало. Как-то так получилось. Есть такое дело. Так, ну что там у нас с тем грузовиком? Насыпали нам второй прицеп. Давайте насыпем в третий. Так, засыпаем. Засыпаем третий прицеп. Свекольный трактор. Что-то я смотрю, застрял на поле. О, вот это номер. Смотрите, он как пропустил кусок. С чем это было связано? Наверное, из-за того, что не созрел там частично. Да, вот видите, не созрел кусок. И вот эту часть он пропустил. Ну ладно, пока мы уберем вот это поле, вот то, что он начал убирать. А потом вернемся и убираем вот эту часть, которую, собственно, он засранец пропустил. Так. Ну вот, досыпается. Все готово. Готово. Едем обратно на биогаз. Сейчас. Сколько нам там нужно? Где-то в районе 150 тонн. Ну, нормально. Два прицепа вывалим. И один прицеп у нас пойдет на третью ячейку. В принципе, нормально. Ну вот, видите, сейчас быстрее, потому что мы немножечко в разгончик взяли. И сейчас он все же побыстрее, побыстрее заезжает вот на эту горку. Да, кое-как залезли. Кое-как залезли. В следующей серии будем, наверное, убирать, досыпем оставшуюся сечкой биогаз и, наверное, займемся кормом наших животных. Почему? Потому что, ну, уже второй, наверное, или третий день я не завозил им еды на красный партизан. Вот, вчера мы на Еленовке в колхозе имени Ленина покормили всех наших животных, засыпали им столько еды, что им, ну, на неделю, наверное, точно хватит. Вот. Здесь же мы уже давно их не кормили, ну, дня два, наверное, три точно. Вот. Поэтому хотелось бы, хотелось бы, конечно, покормить. Поэтому в следующей серии постараемся уделить львиную долю стрима именно покормке, покормке наших любимых животных. Так, пробуем заскочить на горку. Ну, заскочить не составило особых проблем. Давайте высыпем нашу вот эту силосечку. Здесь больше горит, но не требуется. Ну, не требуется, значит, не требуется. Ух ты, застряли опять ёлки-палки. Да что ж такое, а? Блин. Вот стал я неравномерно их рассыпать, и всё. И вот на этом у нас, собственно, проблемы. Проблемы. Не получается нормально проехать. А вот представьте, если бы запустить здесь курс-плей, то есть он бы, явно бы даже заехать на эту горку не смог, он бы просто тупо-тупо застрял бы. Поэтому вот всё-таки транспортировку, если это не маленькие какие-то грузовички, типа вот как у меня Камазы на Еленовке, то лучше, конечно, самому это всё делать. Или просто, просто вот такие маленькие грузовички запускать на это дело. Правда, дольше, дольше это получится, но зато не будет, не будет вот таких вот проблем, как у нас с вами сейчас. Так, чуть-чуть пониже сделаем. Ну вот, наверное, уже сейчас не должно проблем возникнуть. Сейчас припаркуем где-нибудь его здесь. Выручает очень сильно вот этот вот трактор. Я не знаю, пришлось бы, наверное, уже много раз продавать технику, если бы не этот трактор. Очень он уж выручает нас здесь. Всё равно, смотрите. Всё равно не получается выехать. Да. Давайте попробуем ещё раз на полном ходу садануть ему в заднюю часть. Может быть, так он поймёт, что надо проезжать дальше. Ну вот, одна ошибка, одна всего лишь ошибка. Вот столько нам. Ещё чуть-чуть, чтобы задняя часть уже наверняка встала на колёса. Ну, вроде бы, вроде бы, вроде бы уже стоит на колёсах, так что можно спокойно выезжать отсюда. Да уж. Ну, или, как вариант, как вариант, просто надо укатывать данные ячейки. Ну, это, конечно, долгая басня. Нам проще вот так вот выскочить и, собственно, так, пробуем, пробуем разгружать. Не хватает, горит, места. Так, ну и давайте тогда средний. Где-то мы просыпали лишнего, получается. Всё, 600 тонн, немножечко где-то просыпали лишку, но ничего страшного в этом, в принципе, нету. У нас и такого много. Так, здесь надо ходу больше давать, иначе опять застрянем, застрянем, и тогда уже точно не выберемся, не выберемся отсюда, что, в принципе, не хотелось бы. Здесь тоже опасный момент, но мы его преодолели, преодолели нормально, без каких-либо застреваний. Так, наверное, ещё одну ходочку успеем сделать, и, в принципе, без проблем. Из какого города? Я с Москвы. ещё ходочку сделаем, и, наверное, будем закругляться. Потому что чем быстрее я закончу свои дела, тем быстрее я вернусь, и мы сможем с вами уже полноценно, нормально поиграть, без вот таких вот звонков, которые очень сильно достают, очень сильно напрягают и отвлекают от, собственно, от стрима. Так, нам ещё вот эти вот силосные ямы надо будет вычистить, но это всё, всё в следующей серии. Это всё в следующей серии. Так. Продолжаем загружать. Стулы. Можно сказать, сосед. Я, кстати, частенько проезжаю мимо Тулы, когда езди в деревню. Деревня у меня в Курской области, и частенько, частенько я проезжаю мимо Тулы. Периодически покупаю пряники, вообще обалденные пряники. То, что у нас в Москве тульские пряники продают, но это просто, скажем так, дерьмо. Вот. Конечно, те пряники, которые продаются, ну, даже пусть будет вдоль дороги, в разы, в разы лучше, чем то, что продаётся у нас в наших магазинах. Вот. Плюс у меня там дружок, тоже стулы. Город, по-моему, Киреевск. если мне память не изменяет. Вот. И вот он мне тоже подгонял, подгонял эти тульские пряники. Прям там где-то, я не знаю, у них там ясная поляна, что ли, называется, магазин или что-то, или фабрика. Прям вот оттуда вот эти вот пряники подгонял, то есть вообще офигенные. Да, пряники, пряники это пряники, самовары и всё это тульское самое лучшее. Вот, наверное, в конце лета тоже надо будет поехать в деревню, там помочь своим копать картошку. Вот, кстати, тот же фарминг-симулятор будет только с лопатой в руках. Вот. и в принципе, в принципе тоже буду мимо Тула ехать. Новомосковск, что-то знакомое, что-то знакомое. Так что... Так, ну вот, почти, почти. полный прицеп. Сейчас мы сгоняем. Что-то у нас комбайн свекольный стоит, не разгружается. Возможно, там какие-то проблемы с грузовиком возникли. Что-то может он подзастрял, может протаранил. Хотя, вот, вроде бы он показывает, что он двигается, может быть, просто подъезжает. Вот. так что, такие вот дела. у меня много знакомых с Тулы, с Чехова, с Серпухова даже есть знакомые. Ну, все, в принципе, грубо говоря, с одного места. Что там, от Тулы до Серпухова тоже недалеко. тот же Чехов от Серпухова тоже недалеко. Кстати, у вас там рядом Плавск офигенные пирожки продаются. Как вот едешь по трассе вот это Москва-Белгород, там вот заезжаешь в Плавск и магазин Дикси стоит прямо возле дороги. Там церковь, по-моему, какая-то такая, по-моему, она синяя с золотыми куполами. Что-то как-то вот так, по-моему. И вот как раз за церковью этот магазин Дикси и вот возле этого магазина Дикси вот эта палатка стоит там. Постоянно пекут свою продукцию и вот постоянно я там останавливаюсь, покупаю эти пирожки. Просто вот вкус этих пирожков, ну вот скажем так, этот вкус из Советского Союза, скажем вот так вот. Так что если будешь в Плавске, попробуй обязательно эти пирожки, если не пробовал. Так, добрались мы здесь до места разгруза. Главное не застрять нам здесь где-нибудь еще разок. Ой, блин. Ой-ой-ой. Опять застряли, наверное. Печально. просто печально. Сейчас может быть подожмем, подожмем колеса и все же выйдем отсюда. Может быть и нет. Нет. Не получается выехать. Надо, наверное, звать на помощь наш погрузчик. Опять мы что-то начудили здесь и собственно застряли. Тут чуть-чуть надо подтолкнуть. Совсем чуть-чуть. Ну, вот видите, вот таким легким движением скажем так, брюки превращаются в элегантные шорты. так что так что бывали мы в ваших краях ребята в тульских и в принципе прикольно, прикольно. Ну, конечно, дороги там жестокие. Во всяком случае раньше были вообще просто ужас. Особо там не разогнаться постоянно эти латки. Сейчас вот более-менее вроде бы начали латать там возле Щекина тоже вот где вот это была зона там то ли завода то ли что-то я не помню тоже вдоль трассы опять застрелили. Да что ж такое-то, а? Надо было наверное с этой стороны нам заезжать. Вот. И там тоже тоже дорога прямо убитая в хлам была. Ну, сейчас вот я последний раз на майские праздники ездил. Вроде что-то начали делать. в той стороне, но я предпочитал ездить чуть-чуть в стороне, не заезжая, не проезжая через Щекина и в принципе, в принципе там дорога получше, там поворот на Калугу по-моему. Вот. И мне как-то поудобнее было и естественно дорога поровнее. нет, если ты купишь лицензию, в принципе также можно ставить моды и на вот этой вот лицензионной скажем так игрушке также можешь ставить карты, моды и все 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 что хочешь все в принципе будет работать так ну вроде смотрите мы здесь укатали да вот так вот и в принципе должны выехать наверное давай 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 родной ползи родной так вываливаем по ходу дела сразу все добро которое мы здесь смогли довести 419 тонн ну где-то да где-то чуть-чуть еще ну грубо говоря еще ходочку надо сделать так ну что ребята заканчиваю я на этом стрим мы уже даже задержались там наверное опять телефон разрывается вот заканчиваем на этом стрима жду вас где-то часиков часика через три может быть три с половиной вот ну ориентировочно где-то 3-4 часа вот где-то в это время я начну стрим стрим по карте наверное уже Еленовка на этом всем пока подписывайтесь на канал ставьте лайки комментируйте всем пока субтитры субтитры субтитры